Сколько бы ни рассуждали о том, что век бумажных книг позади и совсем скоро их полностью вытеснят электронные носители, к счастью, пока что это не так. Большинство читающих людей признаются, что шелестеть страничками, открывая новые или возвращаясь к любимым фрагментам, это ни с чем не сравнимое удовольствие, которое не в силах заменить ни один даже самый навороченный гаджет. День библиотекаря в России имеет особое значение не только для причастных к этой профессии людей, но и для обычных читателей и ценителей хороших книг. Отмечается этот праздник ежегодно 27 мая. В канон этого замечательного события наша съемочная группа побывала в Натырбовской библиотеке и пообщалась с ее работниками. Библиотечное призвание – это когда частью твоей жизни становятся люди и книги, когда посвятил на вид тихому и простому, но отнюдь нелегкому труду всю свою жизнь. Великое счастье – найти себя в профессии, добиться намеченных для себя высот. Работать я сюда пришла в 1999 году, это больше 20 лет уже, но пришла работать, работать где-то надо, а работать с книгами – одно удовольствие. Надо сказать, что я в детстве очень много читала, работа прежняя моя была связана тоже с книгами, я закончила книготорговый техникум, училась в Сибири, работала в Сибири. А когда приехали сюда, вот появилось здесь место, я с удовольствием пришла работать сюда. Так и работаем. Глядя на то, с каким вдохновением говорит наша героиня о своей работе, сразу понимаешь, что ее творческий огонек горит ярко, а его искры не сгорают на лету, они вселяются в души и сердца ее читателей. Ну, функций у библиотеки вообще много, они такие, может быть, сиюминутный, как сказать, результата вы не увидите, потому что все-таки это сфера духовной культуры, но тем не менее воспитательная, просветительская функция. Поэтому работать мы начинаем с детьми маленькими от садика и заканчиваем взрослыми, которые вот у нас такие коллективные есть читатели в пансионате, например, это за 60 плюс возраст. В социальном доме совершенно разные люди, совершенно разные люди, и поэтому, наверное, одним из наших качеств профессиональных должно быть спокойствие, умение ладить с людьми, умение найти к каждому подход, потому что вкусы-то у всех разные, кто-то читает детективы, кто-то любит философию, возможно, и надо найти книгу для каждого. В сельской библиотеке никогда не бывает пусто, и даже в период школьных каникул этот очаг культуры всегда переполнен юными читателями, для которых проводятся интересные познавательно-развлекательные мероприятия. Взрослые тоже частые гости библиотеки, причем они приходят сюда не только за книгами, но и являются активными участниками всех проводимых мероприятий. Ну вот последнее мероприятие у нас было буквально 21 числа, это как раз мы делали с работниками культуры, было 100 лет Андрею Дмитриевичу Сахарову. Это такое вот мероприятие довольно интересное, это человек, который опередил свою эпоху. Мы подготовили слайды, подготовили беседу, пригласили взрослых читателей, потому что им это больше, мне кажется, интересно, но провели вместе. Довольно часто бывает, да. Вот на этой неделе, юбилею Машбаша, у нас мы пригласили тоже детей, придут они к нам, почитают стихи, познакомятся, кто не знает его биографии. У нас есть книги с его автографами, это интересно. Ну вот таким образом мы себе читателей привлекаем. За 20 с лишним лет своей работы Наталья Николаевна досконально изучила книжный фонд, может подобрать для каждого читателя нужную книгу, посоветовать литературу. Ведь эта добрая, приветливая женщина умеет так рассказать о книге, что обязательно захочется ее прочитать. Не хватает, конечно, нам новых поступлений, особенно сейчас, когда у нас очень такой есть конкурент, как интернет. Нам просто необходимы новые книги, их, к сожалению, приходит мало. Но, тем не менее, мы умеем работать с тем, что у нас есть. К тому же нам помогают библиотеки, ну, обменный фонд. Библиотека, Адыгейская республиканская библиотека для слепых, она поставляет нам тоже книги для категории читателей, которые нуждаются, допустим, в электронных книгах или крупношрифтовых. А вообще фонд у нас небольшой, конечно, чуть больше 17 тысяч. А библиотека наша одна из старейших в районе. Вот первые упоминания о ней, как о избе читальни, относятся к 1937 году. То есть она вот действительно старая такая, была сначала одноэтажная, расположена вот здесь в центре. Ну, а потом в основном здесь. В библиотеку любят, ходят, вы заметили, все-таки это и взрослые, есть постоянные читатели, у которых стаж читательский очень большой. И по 10, и по 15 лет. Ну, а воспитываем читателей мы сами. С детского сада приглашаем. Единственное, конечно, вот этот 20-й год нам немножечко повредил, потому что всех нас посадил на самоизоляцию. И теперь доступ в сад, конечно, нам закрыт, но зато мы дружим по-прежнему со школой, с детской школой искусств, с нашими соседями, работниками культуры. И когда мы вместе, лучше получаются мероприятия, интереснее все это проходит. Наталья Николаевна с легкостью удается осваивать и внедрять новые формы работы в свою профессиональную деятельность, чтобы привлечь еще больше читателей и участников мероприятий. К своей работе относится с большим энтузиазмом и, конечно, творчеством. Время меняется, и нам тоже надо соответствовать. Уметь работать на компьютере, допустим, да, не отставать от молодежи, потому что они сейчас все такие продвинутые. И чтобы уметь с ними общаться, одним языком разговаривать, естественно, мы тоже проходим обучение. Наталья Питкова является активным участником районных и республиканских акций. Имеет сертификаты, дипломы, благодарственные письма за участие. Награждалась почетными грамотами Управления культуры района. Ну, их много. Во-первых, мы участвовали несколько раз в конкурсе на звание лучшей библиотеки. Ну, поскольку все-таки второй этаж библиотека, ну, обычная сельская библиотека. Но, тем не менее, дипломы у нас есть. Мы старались, готовились. Грамоты за различные конкурсы. Очень много республиканских. Вот здесь вот в начале у нас были конкурсы. За высокопрофессиональную подготовку участников победителей, допустим, всероссийского конкурса «Гордость России». В этом году у нас очень много было участников, которые готовили конкурс чтецов ко Дню Победы. Они были награждены все вот очень красивыми грамотами. Вот по такому типу, понимаете. Есть чем гордиться, есть к чему и стремиться. Коллектив на ТЭБовской библиотеке небольшой, но очень дружный, и его объединяет любовь к книге и к читателю. Наталья Питкова, заведующая библиотекой, и Людмила Завадина, библиотекарь по работе с детьми. Работников у нас двое. Это библиотекарь по работе с детьми Людмила Викторовна Завадина. Ее дети очень любят, она очень контактная такая. Но я работаю в основном со взрослыми читателями и с коллективными в пансионате, в социальном доме. Ну и вот единичные, которые к нам приходят, сейчас правильно называть их пользователями. И я все-таки надеюсь, что это читатели, потому что они приходят за книгами, за тем, чтобы почитать. Работаю с 2013 года. Ну это что у нас получается, 8 лет всего лишь. Ну, я уже очень привыкла, мне нравится. Опять же, это очень интересно, это творческая работа, очень творческая. Потому что в процессе подготовки различных конкурсов и мероприятий, сама много чего узнаешь. Нужно изучить самой много материала, чтобы потом преподнести это интересно детям. Работа с детьми достаточно налажена, я думаю, что. Потому что проводится работа по многим направлениям у нас. Такие, как краеведение, историко-патриотическое воспитание, литературоведение, экология, здоровый образ жизни. То есть по всем этим направлениям ведется работа. Со школьниками, с детским садом, с учащимися ДШИ. Сейчас у нас намечается работа летнего лагеря, то есть лагерь дневного пребывания. Опять же, разработан план работы с детьми, различные мероприятия. В преддверии профессионального праздника заведующая Натэбовской библиотекой поздравляет всех своих коллег и читателей в том числе с этим замечательным днём – Всероссийским Днём Библиотек. Во-первых, и коллег, и весь читающий народ, потому что это и для них праздник, мне хочется поздравить с Всероссийским Днём Библиотек, пожелать сейчас самое важное – крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, успехов, конечно, в работе. Чтобы читателей всегда были очень много и такие хорошие, благодарные читатели приходили к нам в наши сельские библиотеки.